Согласно результатам исследования, проведенного совместно Кассой здоровья и фирмой Кантор Эмар, 80% опрошенных жителей Эстонии удовлетворены качеством медицинских услуг. Вот только проблема, получить эти услуги бывает довольно сложно. И это показывает опрос. Снизилась удовлетворенность доступности услуг медицины. Скоростью получения помощи у врача или медсестры остались довольны 76% населения. И это самый низкий показатель за последние 6 лет. Растет и нехватка семейных врачей и медсестер. И оптимистичных новостей по этому поводу нет. Министр здравоохранения Рина Сейкот сказала, что впереди нас ждут еще более трудные годы, когда даже увеличение числа стажеров семейных врачей будет недостаточно, чтобы заполнить вакансии тех семейных врачей, кто уходит на пенсию. У нас серьезный дефицит семейных врачей, поэтому хорошо, когда люди находят альтернативные решения. Например, в каких-то случаях рецептурные лекарства можно получить электронным путем. С помощью приложений или каких-то других решений, которые используют Центры здоровья. Иногда можно обратиться к семейной сестре или другим работникам Центра здоровья. Физиотерапевты или акушерки могут в некоторых случаях помочь сами и тем самым снизить нагрузку на семейного врача. И у врача будет возможность принять большее количество пациентов. Конечно, в сфере здравоохранения работают над тем, чтобы в ближайшее время было достаточно врачей в семейной медицине. Но в любом случае быстро исправить ситуацию не получится. Что же касается Таллина, то здесь семейным врачам есть чем гордиться. 75% столичных жителей ответили, что удовлетворены услугами семейных врачей и сестер. Очень важно, чтобы в первую очередь помощь получили те, кто в ней быстрее всего нуждается. Поэтому если речь не идет о болезни в острой форме, то вполне можно подождать. И срок для того, чтобы попасть на прием к врачу, вполне может быть в течение пяти дней. Общей медицинской помощью таллинцы удовлетворены меньше 60% опрошенных. Касса здоровья также напоминает о том, что у нас работает линия семейных врачей, где можно получить совет, что делать в той или иной ситуации. Также многое могут рассказать и аптекари о том, как начать лечение, скажем, в случае острого респираторного заболевания. А при необходимости дальше можно обратиться уже из Центра семейной медицины. Согласно проведенному исследованию, 74% всех жителей Эстонии были бы готовы платить дополнительно за медицинскую помощь, чтобы избежать длинных очередей. Как отметил руководитель Кассы здоровья Райн Ланы, сейчас доля собственных расходов в нашем здравоохранении и так критически высока. 15%, сейчас он находится на уровне 22%. И даже возникают ситуации, когда человек не лечится, потому что для него это слишком дорого. В итоге болезнь усугубляется, и государству платить за лечение выходит гораздо дороже. Лентровская Роман Васильев, Новости Таллина.